Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск Сегодня». С вами сегодня буду ведущей я, Якуша Варита, волонтёр финансового просвещения, финансовый консультант, методист Нифи Минфина. И у меня сегодня в гостях очень интересные гости, так как тема нашего эфира посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ну и, конечно же, теме семейного бизнеса в Якутске. Давайте я представлю моих гостей. Сегодня это Марина Богословская, президент Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, Саргалана и Эдуард Рожины, мать и сын, предприниматели в социальной сфере семейного бизнеса, Денис Савостин, предприниматель, руководитель Комитета торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия по развитию предпринимательства в сельском хозяйстве и сельхозпереработке, член Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию АПК. Итак, мы начинаем наш эфир. Сегодня будет очень интересная передача. И если у вас появятся какие-то вопросы, или вы захотите похвалить наших сегодня гостей, звоните, пожалуйста, в студию по номерам 320066 и 321166. Будем с нетерпением ждать ваших вопросов и звонков. Итак, мы начинаем. Марина Олеговна, я предоставляю вам слово, как самая главная виновница сегодняшней темы, потому что эту тему мы обсуждали довольно-таки долго и выбирали ее, и чтобы она была интересной. Ну и угадали ко дню сельскохозяйственного работника. Вот, получается, ко дню сельского хозяйства. Рита, ну прежде всего, большая вам благодарность от Торгово-промышленной палаты, от всего нашего дружного сообщества, предпринимателей Республики Саха-Якутия, за то, что вы нашли возможность вот уже второй раз приглашать нас, представителей Торгово-промышленной палаты, на эту передачу, потому что нам очень важно рассказать о нашей деятельности, о нашей организации, рассказать бизнесу, что он не одинок, что всегда есть возможность вступить в наши дружные ряды и получить рядом с собой большое количество, у нас уже больше 350 организаций, людей, заряженных на успех, заряженных опытом, и которые готовы этим опытом делиться. И сегодня вот одни из самых ярких представителей нашей палаты, они присутствуют здесь, и я бы хотела чуть подробнее рассказать, вот, допустим, про семью Саргланы Рожиной, которая является членом палаты с 19-го года. Сарглана многодетная мама, у нее шестеро детей. Здорово. Да, и это прекрасно, потому что один из старших ее сыновей присутствует здесь сегодня, это Эдуард, мы все его хорошо знаем, он уже такой полноценный предприниматель, а есть еще совсем маленькие детки, и у этой семьи очень интересная история, я вот не буду как бы перебывать, семья сама про это расскажет, у них очень разносторонний бизнес, и прежде всего это семейный бизнес, когда члены семьи все задействованы в той или иной сфере. Вот, и также с большим удовольствием хочу представить сегодня Дениса Савостина, который является руководителем сельхозпредприятия, вот, и также у него в перспективе еще сельхозпереработка, то есть человек, который непосредственно задействован в вот этой сфере, которой мы сегодня хотим посвятить свою программу именно людям сельского труда и людям, которые занимаются вот нашей, так скажем, продовольственной безопасностью, то есть это вообще на самом деле герои сегодняшнего дня, вот в связи со всей обстановкой, складывающейся, да, тем не менее мы не голодаем, как говорится, у нас в стране и в республике, и все благодаря таким людям, которые, несмотря ни на что, у нас в республике это особенно, да, важно, климатические условия, ну, все мы это знаем, тем не менее обеспечивает эту самую продовольственную безопасность. Я думаю, сегодня нам на самом деле предстоит очень интересный разговор, интересные люди вокруг нас. Я думаю, что нашим зрителям и радиослушателям будет интересно, что же такое семейный бизнес, вот как вам удается с шестью детьми управлять таким предприятием, и у вас же не одно направление, насколько мне известно. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Если сказать, что многодетность, это, скорее всего, помогает, вести семейное дело, потому что развиваться разносторонне, поставить одного ребенка в это направление, второго сюда, третьего туда, вовлекла, да, и мы как начинали? Мы начинали как социальное предпринимательство, как социальные предприниматели. У нас пансионат по уходу за пожилыми инвалидами. На сегодня у нас 65 человек на круглосуточном пребывании. И у нас в 2017 году встал вопрос передо мной, как их правильно здоров... как их сделать питание их здоровым. И с этой целью мы с мужем проучились на пчеловода. Изначально мы начали с пчеловодства. Взяли два пчелоулия, начали заниматься, обучились и начали заниматься. И на сегодня у нас, как бы не соврать, 57 пчелосемей. И это одна из больших пасек республики считается. И она стоит, находится у нас в Амгенском районе. Я могу сказать телезрителям, что сейчас идёт видеоряд, и вы можете ознакомиться. Как раз фотографии представлены нашей гостьей Сарданой, да, и она Саргланы. И она показывает, как раз хочет показать этими фотографиями, как они ведут этот бизнес. Извините, что перебила, давайте продолжим. Да, с этого момента, с 2017 года, и уже говорила, сказала про пчеловодство, а с 2020 года мы посмотрели, что социалка может работать как бы без меня. Вступил мой сын в руководство, да, и я занимаюсь только глобальными вопросами, да. Основное такое хозяйство ведёт он здесь, в городе, и мы переехали в Амгенский район. И начали мы заниматься сельским хозяйством. И сейчас мы занимаемся, с 2020 года мы занимаемся скороспелой отраслью, это скороспелая птица, гуси, утки, индюки, куры бройлерные, куры такие, перепела. Ну всё же. Очень красивое поголовье. Мы были в гостях у Саргланы, были впечатлены. Отлично. Ну и пчеловодство, конечно же. На сегодня у нас уже... А, в 2020 году мы взяли агростартап Министерства сельского хозяйства, и руководителем стал наш отец, глава Тимофей Дмитриевич, главой стал. И сейчас у нас около двух тысяч птиц, где-то тысяча с чем-то, точно не могу сказать. Но хозяйство растёт, мы развиваемся. Построили на эти деньги на агростартап, мы построили птицеферму. И сейчас у нас... Мы туда уже не вмещаемся. Мы взяли в аренду ещё помещение, нам ещё нужно строиться, мы хотим работать, мы не боимся работать. И это всё в Амге. Это всё в Амге, да. А в город вас не тянет? Ведь многие, наоборот, стремятся ехать и зарабатывать в Якутск, то есть в город, да, в столицу. А вы, наоборот, поехали в Амгу, чтобы развить там сельскохозяйственное направление. Потому что, во-первых, у нас были на то свои причины семейные. У нас были маленькие дети, которых надо было вырастить в здоровом окружении. Чистая вода, чистый воздух. А Амга как раз благоприятствует этому. И это всё-таки родина моего мужа. И нас там очень тепло встретили. Нам помогают развивать сельское хозяйство. Руководство очень хорошо помогает. Она идёт навстречу. Поэтому развиваться в Якутске, это, наверное, опять же, какие-то проблемы там с землёй были бы, да. А там уже земли как бы более легче можно взять, чем в Якутске. И там развиваться. А производство, свою продукцию можно привести. Амга всё-таки не так уже далеко находится. И можно я ещё добавлю, мы саргаланы земляки. Землячки. Да, мы обе уроженки Верхоянского района. И вот мне очень дорого, мне кажется, надо об этом говорить, что вот саргаланы с семьёй, они взялись за такую нелёгкую задачу сохранения и развития поголовья именно Верхоянской лошади. Уникальной совершенно породы. И вот можете себе представить. Асаргалана, пару слов скажите, сколько уже у вас лошадок? Как вы их вообще доставляете сюда из Верхоянского района? Я забыла про это. Мы всё понимаем. Это у меня трёхлетний план. Я начала завозить с 2021 года, 2021-2022 завезла. И следующий год я ещё должна завезти, а потом они уже сами. Почему Верхоянские лошади? Потому что я очень много разговаривала с пожилыми, с опытными пчеловодами, говорю, табоноводами, коневодами. И они говорят, что Верхоянская лошадь для развития очень хорошо не теряет гены Верхоянские. А Верхоянские лошади, они сами питаются, они устойчивые. И поэтому я так посмотрела, что вокруг центральной Якутии она развивается табоноводство. И если они хотят этого... Не каждый человек может поехать и с Верхоянской взять. Это действительно очень дорого будет. А если... Ну, я всё-таки там как бы свой человек, всё-таки оттуда изродом, поэтому я могу там знать, как поехать, с кем поехать, с кем, у кого взять, допустим. Поэтому это мне немножко легче. И уже два года я завезлась, на сегодня у нас 28 голов. Двое уже взяли, дали. Ну, они уже были взрослые особи, поэтому у нас в этом году прибавление, два же ребёнка. Ждём уже со следующего года приплод. Со следующего года, ну и дальше. Кстати, хочу небольшую ремарочку сделать. На самом деле, наверняка не все знают, жители республики, что Якутия занимает первое место в России по табунному коневодству. Поэтому спасибо вам огромное, что вы улучшаете эту статистику. На сегодняшний день у нас более 180 тысяч голов в Якутии. Поэтому это здорово, что мы вот поддерживаем и благодаря вам увеличиваем эту статистику и укрепляем наше первое место в России. Позиции держим благодаря таким энтузиастам, предпринимателям, как вы. Хотелось бы услышать у Эдуарда. Сколько лет вам было, когда вы начали руководить предприятием? Здравствуйте. Мне было на момент руководства 24 года. То есть, раньше я занимался, то есть, Сарганова Афнастина, моя мать, она сделала так, чтобы я с самого низа, то есть, получается, работая санитаром, уборщиком, поднимался постепенно, усваивая те моменты рабочего этого, чтобы потом в конце на руководящей должности я уже осознавал, что я делаю и как я делаю. Как здорово. А не было обидно быть, например, мамой директор, а у санитар? Сначала, да, было очень обидно, но потом, как я уже в руководящей должности, я уже сам понял, что это было правильное решение, потому что в некоторых таких патовых ситуациях я уже действовал, уже, как бы сказать, уже был более подготовленным, уже знал, как всё устроено в этой работе. Ну, так вот. Конечно, я согласна с тем, что действительно нужно нарабатывать опыт, потому что без определенных навыков невозможно руководить, бывает. Правильно же? Правильно, и особенно это касается темы развития семейного предпринимательства, когда на самом деле мы об этом всё время говорим, что это не то, что просто сын подставил плечо маме и начал помогать, а он полноценный сотрудник, которому постепенно передаются полномочия. В этом и есть основа и вся прелесть, так скажем, семейного предпринимательства. Да, давайте, Дениса, послушаем. У вас же тоже семейный бизнес. Добрый вечер, дорогие земляки. Хочу прежде всего поздравить вас уже с наступившим праздником. 8 октября, все вы знаете, был день работников сельского хозяйства. Поэтому хочу вам пожелать крепкого здоровья, ну и богатого урожая. Кстати, у нас достаточно большое количество наших сельхозпредпринимателей приняли в ярмарке «Золотая осень», которая прошла буквально несколько дней в Москве. Мы тоже представляли свою продукцию, взяли две золотых медали. Поздравляем. Мы гордимся этим. Теперь наше сало стало известным на всю Россию. Поэтому, если я не ошибаюсь, у нас около ста медалей забрал наш регион. Поэтому здорово, что наконец-то наши продукты выходят на федеральный уровень и завоевывают лидирующие места. Да. Ну, честно говоря, я начинающий предприниматель в области сельского хозяйства. Если бы два года назад вы мне еще спросили, Денис, будешь ли ты заниматься животноводством, я бы, наверное, как-то отшутился и сказал, что точно нет. Но, к сожалению, вот ситуация с ковидом, она и коснулась мою семью, мой тесть, который 26 лет занимался животноводством, ну и, по сути, посвятил всю свою такую, наверное, весь свой лучший период своей жизни, посвятил этому любимому делу. И ковид, он, как говорится, вызвал инфаркт, ну и мне пришлось вылететь на похороны и буквально взять на контроль и управление данное предприятие. Дело в том, что это базовое хозяйство в республике. Кстати, тоже для информации на сегодняшний день у нас около 200 предприятий организованного типа и более 2000 КФХ. То есть, да, у нас, могу сказать, что еще около 300 тысяч жителей республики заняты в сфере сельского хозяйства. Это около 30% населения. Поэтому можно уверенно сказать, что мы аграрная республика. И я, честно говоря, 20 с лишним лет уже занимаюсь оснащением объектов транспортной инфраструктуры. Это речь идет об аэропортах. Практически все крупные терминалы, которые запускаются на территории России, мы оснащаем своими технологическими решениями. И вот два года назад, когда я столкнулся с этой ситуацией, для меня это было такое, честно говоря, настоящее испытание. Вызов, да? Это был действительно, да, вызов. И когда это произошло, то есть, когда ты, вот как у Саргаланы, она вот мудрая женщина, аплодисменты еще раз, да, смелая, мудрая, потому что она очень правильно вовлекала своих детей в свой бизнес. То есть, она ну вот с самых низов потихоньку подымала их, передавала свое ремесло, они набирались опыта, получали свои ошибки, на ошибках учились. Дело в том, что этой науке никто не преподает. Это семейный бизнес, это дело в том, что это вот такое наследие, которое передается из поколения в поколение. И это ремесло, которое дети должны, не знаю, буквально, наверное, с молоком матери, да? Впитывать, да. Впитывать, да. А в отношении меня, конечно, этого не было, и когда все это произошло внезапно, мне пришлось во всем разбираться, вникать. И, честно скажу, доволен своей работой. Дело в том, что за два года не только сохранили предприятие, но еще у нас достаточно серьезные, амбициозные планы по развитию данного направления. Ну, говоря вообще в целом о сельском хозяйстве Якутии немаловажно говорить об уровне самообеспеченности. Мы должны понимать, что на самом деле очень много продуктов, овощей, фруктов и продуктов переработки сельхоз привозятся извне. И здесь, на самом деле, как-то у нас получается, разделяется мнение, нужно ли выращивать внутри региона или все-таки проще привозить. И я, честно говоря, с большой осторожностью слушаю такие высказывания, потому что в условиях сегодняшнего времени, сегодняшних новых вызовов мы должны задуматься о том, что нужно максимально производить внутри региона. И вот немножко цифр, ну, это важно. У нас еще две минуты буквально. Да, хочу сказать, что на сегодняшний день по уровню обеспеченности мяса в регионе делается около 27%. Показатели по яйцу около 62%. Значит, молоко мы обеспечены на 54%, картофелем 61% и овощами 35%. Ну, то есть, мы видим, что по некоторым сегментам мы отстаем достаточно неплохо, но в целом есть нам над чем работать. Поэтому вот у меня есть свои задачи, свои цели, и мы тоже семейный бизнес, так как это предприятие принадлежало моему тестью. И моя супруга, сестра ее, то есть, у нее две дочери, они вовлечены и помогают мне развивать это предприятие. Здорово. Видите, как все интересно оказывается, да? Но вам, как вот вам Якутия? Вы же приехали из Москвы, я так понимаю, сюда. Как вам? Нет, конечно, это мой родной город, это моя родина. Первое образование мое дала мне республика, и как многие студенты, выпускники, я не вернулся в республику, уехал искать там, где лучше, но и, видимо, все-таки вот судьба, она расставляет все на свои места, поэтому я очень доволен, что через такую вот сложную, нестандартную ситуацию, я вернулся вновь в регион. Да, и у нас сейчас перерыв на рекламу, а после рекламы мы продолжим наш интересный разговор. Отлично. Итак, мы продолжаем нашу передачу, и сегодня тема нашей передачи посвящена ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и тема семейного бизнеса в городе Якутске и в Якутии в целом. Об этом мы тоже рассказываем сегодня. Напомню, что у меня в гостях Марина Богословская, президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, Саргалана Рожина и Эдуард, ее сын, который представляет семейный бизнес, и Денис Савастин. Мы продолжим с Денисом наш разговор. Оказывается, что Денис не приехал откуда-то, то есть он родился и вырос в Якутске и уже будучи состоявшимся успешным человеком приехал сюда, чтобы возродить или восстановить и продолжить свой семейный бизнес. Да, я родился в городе Якутске и горжусь этим. Я портовской, потому что я жил в аэропорту и учился в школе 24, тогда еще не было такой красивой, как сегодня школы до 11 класса, то есть поэтому мне пришлось 9 классов в 24, а потом учился в 30 школе. Мой папа пилот и он заслуженный пилот, Российская Федерация очень много сделала для развития авиации Якутии. Савостин Анатолий Васильевич 55 лет проработал и ну вот это такой герой нашего времени, честно говоря, я горжусь своим папой, могу о нем говорить часами и конечно же я брал пример со своего отца и мечтал закончив школу поступить в летное училище. Честно говоря, по окончанию школы действительно это произошло, это было Ульяновское летное училище, но при этом я сделал наверное правильный выбор начал изучать иностранные языки. У меня первое образование филологическое и я был один из первых студентов, которых республика направила обучаться китайскому языку, такому сложному и в то время еще нераспространенному, потому что сейчас практически каждая семья задумывается о том, что нужно детей отправить учить китайский. Честно говоря, я с одной стороны соглашусь, что все-таки сотрудничество с Китаем особенно сегодня это важно, язык нужно знать и во многом мне, конечно, знание данного языка и умение общаться с носителем на родном языке многому помогло в моей жизни и в моем становлении бизнеса. Но сейчас китайцы современные говорят на английском языке. И, кстати, на сегодняшний день в Китае сельское хозяйство и животноводство является одной из таких стратегических и важных отраслей. Вот не так давно в этом году в апреле мне удалось посетить сельхоз выставку. Вы знаете, я, честно говоря, в Китае. Да, это был город Чунду. Апрель как раз только начали открывать границы и давать визы с сложностью. Но тем не менее я, честно говоря, был поражен масштабом. Она кратна больше всех выставок, которые проходят у нас в России. И видно, что Китай в этом плане идет уже в ногу со временем и даже обгоняет во многом европейских производителей. Потому что я познакомился с многими владельцами бизнеса. И вы знаете, они просто скупают активы за рубежом и эти технологии привозят в Китай и производят уже на весь мир. Даже одна компания делает 55% от доли рынка производит комбикормы заводы. Понятно, что мы не говорим о названиях, но просто мы говорим в целом о том, что отрасль развивается. И очень приятно, что мы сегодня затрагиваем такую важную тему, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Это же здорово на самом деле, когда в такой общественной организации, как торгово-промышленная палата, объединяются такие разносторонние казалось бы люди. Многодетная мама, человек, который вообще никакого отношения к предпринимательству не имел, но стал предпринимателем и ведет успешный бизнес, еще и возглавляет комитет. Марина Олег, как вам удается совмещать все, находить таких гениальных людей и еще и организовывать выставки и вывозить их? Вы же вывозили еще и в Китае. Мы занимаемся предметно, профессионально организациями выставок, ярмарок, а также бизнес-миссий. И вот буквально пару месяцев назад большую делегацию, более 30 человек, предпринимателей, соответственно, мы вывозили на грандиозную ярмарку в Харбин ежегодную. Несколько лет из-за пандемии она не работала, а вот с этого года опять стартовали, большой был интерес, мы вывезли. Чем хороши эти бизнес-миссии через организованную торгово-промышленную палатой, что вы не едете просто так погулять по выставке, где вас никто не ждет. Вы заранее сообщаете нам о своих пожеланиях, что вы хотите посетить, с кем встретиться, и мы все своими силами через наших коллег, с которыми у нас есть с торгово-промышленной палатой Китая, с которой у нас есть подписанное соглашение, мы эту поездку организуем под ключ, как говорится. Ближайшие наши планы – это бизнес-миссия в Белоруссию в ноябре мы выезжаем, бизнес-миссия у нас все время все бурлит, все интересно, а как нам это удается? Нам, конечно, это удается благодаря вот таким вот людям, какими являются члены палаты наши предприниматели. Всего у нас сейчас уже более 360 членских организаций, мы посмотрели по акведам, то есть наш бизнес представлен уже более чем 120 акведами, то есть направлениями деятельности. Для всех направлений созданы свои профильные отраслевые комитеты, это отдельная история, потому что людям, конечно, интересно друг с другом общаться, говорить на одном языке об одних и тех же проблемах, искать решения с нашей помощью. И вот, допустим, Сарглана, она является членом активным комитета по развитию социального предпринимательства и частных медицинских клиник, могла бы тоже она рассказать, как работает их комитет, там есть замечательный проект, который мы сопровождаем, как палата, то есть наша задача открывать двери, показывать путь, в котором надо двигаться для реализации своего проекта. А Денис Анатольевич, он является председателем нашего комитета отраслевого по сельскому хозяйству и сельхозпереработки, а также представляет очень достойно торгово-промышленную палату Якутии в аналогичном комитете в ТПП Российской Федерации. И на его счету уже есть несколько очень таких дельных предложений, которые вошли в протокольные поручения и даже переданы для рассмотрения в Государственную Думу. Я бы хотела, чтобы коллеги сами про свои впечатления от этой деятельности общественной рассказали. Да, у нас при ТПП, вообще ТПП, я скажу, это та площадка, которая объединяет всех предпринимателей и дает предпринимателям развитие все те инструменты, которые нужны для развития бизнеса. А также мы здесь же находим и партнеров уже. и даже вот семейное дело мы начали развиваться, когда мы уже выиграли. благодаря семейному проекту. Благодаря семейному проекту мы начали развиваться. В 2020 году это мы, получается, выиграли конкурс успешной семьи. Да, региональный сперва, а потом всероссийский успешная семья успешной России. И вошли в 100 лучших семейных предприятий России. Российская Федерация. Российская Федерация. Шикарный результат. Да, и теперь мы из года в год в год несколько раз 3-4 раза точно выезжаем по разным городам и нас обучают лучшие бизнес-тренеры России. И не только нас обучают, там нам дают все инструменты и кроме этого обучают еще наших детей. Как передавать следующее поколение. Как передавать это надежда бизнеса. Это проект, целый проект ТПП РФ. И его курирует сам Сергей Николаевич Катырин. Президент ТПП РФ. И благодаря этому проекту, благодаря ТПП мы очень хорошо развиваемся и мы берем все, что нам дает ТПП. Это же здорово на самом деле. Это вообще очень крутая площадка. И мы прямо на примере вашей семьи наблюдаем, как ваш бизнес масштабируется. То есть, если изначально, когда семья только вошла в этот проект, это был один бизнес, который сейчас Эдуард благополучно возглавляет. Но вот эту смелость, эту решительность семья получила только после того, как прошла подобающие курсы, обучающие программы. И они решили, что им ничего не страшно. И вот смотрите, как они пошли совершенно в новую сферу деятельности. Масштабируются на глазах. Хотелось бы сказать, что Эдуард сам закончил вот «Надежда бизнеса», тоже там обучался, да. И сейчас у нас обучается с 8 лет. Вообще обучение с 8 лет начинается детей. В школе. И сейчас с этого года наша дочь должна уже войти тоже. Она говорит, мама когда, мама когда. Они уже все знают, что это семейное дело, что мы развиваемся семейно, и нужно это дело продолжить. Что касается социального предпринимательства, социальное предпринимательство тоже развивается тоже благодаря торгово-промышленной палате. Потому что мы с автором, есть у нас очень хороший проект «Одуванчик», это распространение сети частных пансионатов. И благодаря Марине Олеговне мы написали проект. Проект строительства социальной деревни. И сперва мы вошли в топ-тысячи оси. В топ-тысячи проектов оси по всей стране. Из 15,5 тысяч заявок наш проект вошел в топ-тысяча. И это очень серьезная вещь, потому что дальше ты двигаешься уже при поддержке руководства своего региона. Конечно. А если он Сергеевич знает про этот проект и всячески нас поддерживает, мы возлагаем большие надежды на то, что в ближайшие годы этот проект будет реализован. Он очень нужен республике. Это будет целая деревня, где будет вся инфраструктура подобающая для пожилых людей, для людей с инвалидностью. Это чудесная будет история. Здорово. Денис, расскажите о вашей деятельности в ТПП. Вы знаете, я на самом деле ищу кнопку аплодисмента. Нужно сделать предложение, чтобы она появилась. Хотелось реально аплодировать. Честно говоря, признаю, что с Мариной Олеговной мы познакомились чуть больше два года назад. Это было такое мероприятие, выставка, продовольственная выставка. И Марина Олеговна как раз открывала эту выставку. Ну, я посмотрел, такая привлекательная женщина. И говорю, познакомьте меня с ней. Потому что время, моя задача была со всеми знакомиться. Представили органы власти. И когда я узнал, что Марина Олеговна президент торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Со стажем всего два месяца. Со стажем два месяца. Честно говоря, у меня были смешанные чувства. Потому что до знакомства с Мариной Олеговной я думал, что торгово-промышленной палаты это какая-то шляпа, трата времени, извините. И вообще, чем они занимаются? Но вот она пригласила к себе, мы обсуждали, знакомилась с членами палаты. И я понял, что наша палата реально работает. И, кстати, результат видно не просто по огромному количеству инициатив, большое количество круглых столов, участие в разных выставках, мероприятиях, но и по постоянному притоку и росту количества членов торгово-промышленной палаты. Это говорит о том, что с приходом Марины Олеговны доверия к палате стало больше. Хотя, честно говоря, вот если вы придете к нам в гости, вы увидите, что там работают буквально люди, которых можно 4 человека. Ну, я вот так вот скромно, да, поэтому это такие вот люди, преданные делу. И, кстати, насчет взносов членских. Я вот у меня, я могу ошибиться, но мне кажется, что у нас самая низкая стоимость этих членских взносов чуть ли не в России, потому что мы встречались с коллегами из Амурской области, когда мы им называли цифры, но они так вежливо улыбались, удивлялись. И хочу сказать... Чисто символически палаты. Чисто символически. торгово-промышленная палата работает. И важно, что наша палата на хорошем счету и на уровне федеральном. Мы говорим о торгово-промышленной палате Российской Федерации. Я лично принимал достаточно большое количество участия в круглых столах. Мы предлагали различные инициативы. И данные инициативы сейчас буквально недавно секретарь нашего комитета по развитию АПК сообщил о радостной новости, что ряд инициатив вошли даже в законопроект. то сейчас будет Это чудесный результат для нас как для общественной структуры. Конечно же хочу сказать возвращаясь о себе и о том почему я здесь. Это моя родина. Я люблю приезжать в город Якутск. Особенно мне нравится зимой когда хрустит снег под ногами а не какая-то слякоть в ожидании зимы. Хотя сегодня удивительно солнечный день плюс 8 градусов. Звоню своим друзьям в Москву и над ними издеваюсь. Потому что в Москве там дождь, слякоть сыро неуютно. Хочу сказать что мне нравится что у нас в республике есть диалог. Потому что когда я приехал и вообще был в растерянности не понимал что делать мне позвали в Минсельхоз говорят Денис давай ты там только не уезжай мы тебе всем поможем. И такое отношение оно на всех уровнях. Просто у нас очень много людей которые вы знаете ничего не делают в своей жизни а вот только занимаются тем что критикуют. Критикуют торгово-промышленную палату критикуют правительство. Я со всеми этими людьми лично знаком. Я знаю практически всех. И это замечательные люди которые идут навстречу которые пытаются помочь потому что у меня есть чем сравнивать. Я там все-таки живу в Москве я общаюсь там и на уровне правительства Московской области очень много работы было. И у нас регион в котором наше правительство реально помогает и пытается поддерживать взаимодействие 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 с бизнесом если мы говорим о том же Минсельхозе на сегодняшний день бюджет это около 14 миллиардов то есть у нас Минсельхоз постоянно защищает эти цифры для того чтобы они направлялись на развитие сельского хозяйства очень много мер поддержки вот Саргалана рассказал о том что благодаря там значит нашему Минсельхозу они по сути агростартапу они начали развитие своего бизнеса просто к сожалению я вот знаком с одним нашим представителем органов власти и она мне сказала Денис иногда вот такие социальные меры поддержки они дают обратный эффект я честно говоря сначала не понял эту фразу а потом проанализировав действительно насколько она права потому что честно говоря вот эти вот меры поддержки субсидии и так далее они выбивают такое вот у нас желание зарабатывать то есть у нас много очень предпринимателей вообще считают что все им должны вчера буквально было в Минсельхозе совещание где там наши представители сельхозбизнеса говорили о том что вот там Артем Александрович значит Александров он сейчас назначенный министр сельского хозяйства замечательный человек вот прям человек который работяга который я уверен много что сделает в нашем сельском хозяйстве республики и они приходят с проблемой вот у нас там дорогой дистопливо там решите пожалуйста ну как ну давайте вот мы говорим о реальных проблемах которые мы можем решать и говоря о работе торговой промышленности очень радостно что наши предложения на сегодняшний день слышат федеральные органы власти это здорово и у нас остается буквально минута до конца эфира я благодарю вас за то что вы нашли время в своем доме я посмотрю у вас график наиплотнейший скорее всего да и я благодарю вас за то что вы нашли время и рассказали нашли смелость рассказать вот о своих шагах о том как вы работаете как вы развиваетесь эдуард вам отдельная благодарность за то что вы поделились Денис спасибо вам Марина Олеговна ну мы с вами будем продолжать встречаться в эфире я благодарю всех кто присоединился к нам сегодня всего доброго до новых встреч в эфире дорогие друзья спасибо 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 спасибо